Нормандская пятерка. В США думают о присоединении к мирным переговорам по Донбассу. Реально ли это? И что об этом думает в Кремле? Право на голос. Европейский суд по правам человека подтвердил, что Украина нарушила права переселенцев, не допустив голосованию на местных выборах 2015 года. Какими будут компенсации и последствия такого решения? Перепись населения в разгар пандемии. Зачем оккупационная власть затеяла подсчет числа крымчан прямо сейчас? И что об этом думают иностранные партнеры Украины и официальный Киев? План противодействия Российской Федерации. Министры обороны стран-членов Альянса в Брюсселе готовят новую комплексную стратегию защиты от потенциальных атак России. Что будет в документе? Шокирующая статистика. В Украине почти 22,5 тысячи заразившихся коронавирусом за сутки и более половины областей, а также столица близки к красной зоне. Как уберечься от COVID-19? Об этом говорим прямо сейчас в эфире программы «Украина на самом деле». Информационный блок на телеканале Дом продолжает программа «Украина на самом деле». Главное, самое важное за сегодняшний день будем обсуждать и анализировать с гостями нашей студии экспертами. С вами Денис Пахилов. Добрый вечер. Итак, друзья, мы начинаем. И будем сегодня говорить. Наша первая тема – это Нормандии. США могут привлечь к переговорам в минском и нормандском форматах. Об этом сообщила чрезвычайный полномочный посол Украины в США Аксона Маркарова в комментарии украинскому телеканалу ICTV. По ее словам, сейчас этот вопрос активно обсуждается. Маркарова также подчеркнула, что Украина хотела бы привлечь США к любым форматам переговоров. Ведь вопрос восстановления территориальной целостности нашей страны остается ключевым для Киева. Давайте услышим. Мы очень хотели бы вовлечения Соединенных Штатов как активного участника в переговорах в любых форматах. Мы это активно обсуждаем, поскольку вопрос восстановления территориальной целостности и вопрос возвращения наших территорий является ключевым. Поэтому мы хотели бы приветствовать те страны, которые могут помочь нам ускорить этот процесс. Оксана Маркарова – чрезвычайный полномочный посол Украины в США в интервью телеканалу ICTV. Ну и в Москве на днях также комментировали возможность присоединения к той же нормандской четверке пятого игрока. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что лично президент России предлагал подключить США к участию в процессе мирного урегулирования, мол, это было еще при Бараке Обаме. И тогда в Берлине и в Париже на инициативу Владимира Путина ответили категорическим «нет». Будем обсуждать эту историю. Нужны ли Соединенные Штаты Америки в нормандском формате нам? Прежде всего, Олег Саакян, политолог сегодня в нашей студии. Олег, добрый вечер. Приветствую вас. Ну, давайте так, добьется ли эффективность, мы добьемся ли эффективности, если США все-таки станут частью нормандской пятерки, теперь уже можно так говорить, возможно, ну, условного мирного минского процесса, возможно, в другом городе. Давайте вот разделим сначала Нормандии. А если говорить об нормандской четверке, станет ли она пятерка? И вероятность этого есть. По крайней мере, Россия хоть и говорит о том, что они предлагали США, но все эти годы они не сильно желали присоединения. Хотя, с другой стороны, есть и аргументы, и с российской стороны, это все того, почему пригласит США. Поскольку Россия все время заявляет о том, что вроде бы как Украина ничего не решает, с европейцами не договорится, а Штаты — это вроде бы как тяжеловес, и, соответственно, это поднимает несколько в статусе Россию как участника этого процесса. То есть ключик есть к России, в принципе, и как они могут это объяснить своему населению, своей элите, что это не позиция слабости, а, наоборот, позиция силы. Мы увидим кучу бравады, если Соединенные Штаты присоединятся к Нормандии со стороны России. Для Соединенных Штатов это, на самом деле, головная боль. Поэтому брать ее на себя тоже особого желания у Штатов нет, поскольку включаться в процесс, в котором нет гарантии, что все закончится хорошо, это лишняя ответственность, не имея серьезных карт на руках. Виктория Нунд говорила о возможности такой еще в начале сентября, если мне изменять память, что вот мы, есть у нас готовность, мы готовы и так далее. Единственное, у вас не вызывает сомнения, что Российская Федерация говорит, да, welcome, мы согласны, конечно же, США, потому что вот любые такие инициативы, которые отходят от России, ну, они вызывают вопросы, скажем так. И выставят какие-то условия, скорее всего, не публично. А то, если того, при каких условиях они будут согласны на подключение Штатов. В Штатах сейчас при демократах позиции несколько изменяются. Почему я говорю, что Штат на самом деле это головная боль. Но при демократах есть желание включиться в процессы международа, тем более на фоне Афганистана сейчас для них необходимо большую роль отыгрывать в миротворческих процессах. И со стороны европейцев отходит сейчас Меркель фактически. И достаточно сложные позиции Макрона ввиду электронной ситуации внутри Франции не дают возможности европейцам сказать четко нет, например, против этого. Вполне вероятно, им тоже это сброс головной боли, поскольку, ну, на самом деле, между нами, что называется, но, тем не менее, под камеру, и в Германии, и в Франции меняются команды, которые занимаются процессом Минска и Нормандского формата. И, в частности, ряд специалистов, которые сопровождали эти процессы, они сейчас ходят внутри должности, особенно в Германии, со сменой канцлеров. И в Германии сейчас будет серьезная гонка за то, кто станет на эти позиции между, скажем, проукраинской настроенной частью немецкой элиты и между российским лобби, поскольку россияне, конечно, будут пытаться пролоббировать туда, как любят говорить Путин, ферштейнеров, то есть те, которые будут искать мир в глазах Путина и понимать Путина, и разделять некоторые позиции России, поскольку вот эта часть категории в республике, они очень часто любят говорить, да, Путин не прав, ну, можно же ж понять, и вот поэтому их так называют часто, уже причем это стало, по-моему, таким негласным даже названием европейского сленга политического. Тем не менее, поэтому для штатов открывается возможность, скажем, для участия штата Нормандского формата открывается возможность. Будет ли она, это еще не застывшая конструкция, и я бы раньше времени пока бы не говорил ГОП. У вас нет сомнений после встречи Байдена и Путина? Тогда Джосеф Байден, президент Соединенных Штатов Америки, он заявил про то, что он хотел бы видеть стабильные, предсказуемые отношения с Российской Федерацией. Ну, то есть мы же должны учитывать определенные риски. Я не хочу сказать, что нами играют, потому что это больше похоже на месседжи телеканалов другого направления, более, скажем так, скажу, мягко-правосточного направления. Но, тем не менее, опасения, знаете, вот возникают после таких вот месседжей. Не хочется. Я могу туда еще добавить. Кто-то слышал о кибератаках после разговоров Путина и Байдена? И многие другие вещи, которые с информационного поля просто по чуть-чуть вытеснились. И на самом деле есть определенные как бы звоночки о том, что, судя по всему, по крайней мере в вопросах кибератак, в вопросах некой геополитики, но все-таки у сторон нашлась какая-то общая платформа. Никто никого не продал. Никто за никого не договорился, никаких больших договорений просто быть не может в природе, потому что невозможно реализовать. А обратно себе обязательства без возможности реализации, ну, это лишний раз самодискредитироваться. Поэтому точно никаких таких договоренностей нет. Другое дело, что Штаты сейчас больше ориентируются на антикитайской коалиции. И, соответственно, и отношения с Россией они рассматривают через призму Китая. А отношения с Россией они рассматривают через призму Украины. Вернее, с Украиной через призму России. И получается вот такая некая матрешка, в которой эти вещи достаточно сильно взаимосвязаны. В случае России в Штатах, в их международной внешнеполитической доктрине доминирует следующий подход, что Россия – это угасающая геополитическая сила. То есть необходимо по минимуму провоцировать, максимально минимизировать риски от России, потому что она загнанная в угол, может еще много дров наломать. Но при этом с ней считаться в завтрашнем дне не надо. Завтрашний день, угроза завтрашнего дня – это Китай. Соответственно, с Россией необходимо просто минимизировать риски сегодняшнего дня, потому что дальше это станет предмет и объект геополитической борьбы между Китаем и Западным миром. И Российская Федерация в данном случае станет лишь полем. Это приблизительно так, как Россия рассказывает про Украину, что Украина лишь поле для борьбы между Западом и Россией. Предметом общения, потому что один из ваших коллег говорил такую фразу крамольную, что США не отдадут трупы Российской Федерации Китаю. Поэтому и поддерживают такие отношения, дабы Китай не усилить, не сделать еще большим игроком на рынке евразийском. Поэтому на этом фоне появляется Афганистан, который сейчас становится экспортером хаоса как в Российскую Федерацию, так и головной болью для Китая. Через Афганистан и смежные государства с ним проходят ключевые торговые пути для Китая, которые он собирался расширять и вкладывал в расширение этой инфраструктуры. Почему? Потому что все расчеты по китайскому экспорту показывают, что уже к концу этого десятилетия, начало следующего, а сейчас, может быть, ковид чуть-чуть пододвинет, это будет середина следующего десятилетия, но существующих мощностей логистических мировых портов, железных дорог, дорог простых не хватает, не будет хватать для экспорта того количества продукции, которая будет производиться Китаем и будет необходимо экспортироваться на западные рынки. Отсюда и один путь, возрождение условного шелкового пути, вот это один путь и одна цель, и многие другие проекты, которые фактически преследуют геополитическое, во-первых, влияние, а во-вторых, расширение инфраструктуры, прежде всего. И Афганистан тут ломает эти схемы для Китая. Мы видим, что в Китае начались уже сразу множество проблем, не говоря уже за преди кибер-криптовалют, поскольку снова-таки Китай в этом видит угрозу влияния Запада на себя внутри, поскольку у Китая нет возможности, Китай, то есть авторитарное государство, контролировать криптовалюты, и, соответственно, их Центробанк ничего не может с этим сделать. Таким образом, это часть открытого мира, которая угрожает им. Поэтому Россия в данном случае, это не объект, это скорее сейчас просто угасающая геополитическая сила, которая в будущем может стать территорией и объектом притязания и борьбы. Закрывая тему Нормандии и Соединенных Штатов Америки, вот мы выстроили, друзья, такую сегодня схему, почему это должно произойти. Когда это может произойти? Вот буквально коротко. Я думаю, что этот вопрос будет решаться этой зимой и начала следующего года. То есть ближайшие полгода будут во многом решающие для того, произойдет или не произойдет, состоится или не состоится. Во многом это еще будет стимулироваться, конечно же, северным потоком и энергетической составляющей. И тут, мне кажется, что последняя такая любовь России к заявлениям относительно возможной встречи Путина и Зеленского с завидной частотой. Буквально раз в неделю, раз в две недели заявляют о том, что нет, потому что повестка не соблюдена, но при этом не говорят то, что точно не будет, почему-то говорят о ней. Во многом связано с тем, что, скорее всего, хотят выбить для себя некие договоренности по газу, которые могут произойти на полях, например, Нормандского саммита. Это может быть условием такая встреча двухсторонняя, закрытая на полях Нормандского саммита, чтобы провести саммит. Для того, чтобы Россия смогла после этого выйти, ее пропагандистские медиа могли рассказать ее лоббисты на Западе, что вот видите, как Россия конструктивно настроена к Украине, даже по газу договаривают. Соответственно, давайте Северный поток запускать, давайте тут санкции не принимать, и, в общем, такое создать человеческое лицо или рациональное, конструктивное лицо для российской власти вокруг Северного потока. Мы будем следить, друзья, за этой ситуацией, так как Нормандская четверка, пятерка, возможно, уже в новом формате. Это важный формат для Украины, в том числе, который может помочь решить те проблемы насущные, которые есть сейчас в нашей стране. Будем держать руку на пульсе, пока же идем далее. Далее поговорим о решении Европейского суда по правам человека в ЕСПЧ. Признали, что права украинских переселенцев, которые не разрешили проголосовать на местных выборах в 2015 году, были нарушены. И обязал Украину выплатить заявителям по 4,5 тысячи евро в качестве компенсации. О нарушении своих избирательных прав Международный суд заявили 4 женщины-переселенки из Крыма и Донбасса, которые после аннексии Крыма оккупации части Донбасса переехали в Киев и пытались получить в ЦИК разрешение проголосовать. Им отказали, так как у них не было киевской прописки. Две СПЧ посчитали это нарушением Европейской конвенции о правах человека голосовать по месту фактического проживания без привязки к прописке. Переселенцам из Крыма и Донбасса разрешили только в прошлом году. Суд постановил, что не приняв во внимание особенную ситуацию заявителей, власти дискриминировали их в реализации права голосовать на местных выборах. Суд постановил, что Украина должна выплатить заявителям по 4 тысячи 500 евро каждому в качестве компенсации морального ущерба. Олег, вот у вас, к вам вопрос, как к политологу. Окей, вот такая есть, такой есть прецедент. А не вызывает тогда вопросов к результатам местных выборов 2015 года? Нет ли тогда? Потому что огромное количество людей, я в том числе, не могли проголосовать, потому что не имели тогда прописки, не имеют иметь прописку местную с Донбасса, скажем так, в Луганской области, без деталей дальше, скажем так. Это же ведь вызывает вопросы, скажем так. Окей, а что там по результатам? Я вам тоже скажу, у меня на Донечине прописка регистрация, я тоже не голосовал на тех выборах. Но, объективно говоря, количество переселенцев, которое могло бы принять участие в местных выборах, а напомню, все-таки местные выборы, о них идет речь, оно не настолько велико, чтобы это могло кардинальным образом повлиять на результат выборов, с одной стороны. С другой стороны, количество переселенцев, которые были готовы прийти голосовать, их еще меньше, на самом деле, те, кто готов и хотел. Кардинальным образом это могло повлиять на тех переселенцев, которые хотели баллотироваться, например, и тоже не смогли, такие были. Но в целом, если говорить о выборах, конечно же, сказать то, что это поставило под вопрос демократичность и открытость выборов, и их результат, нет, не поставило. И тут ни один суд, конечно же, не признает, поскольку все-таки это малый удельный вес. Но нарушение прав человека, в данном случае, произошло, и поэтому суд и постановил моральную компенсацию, потому что это фактически и прежде всего касается конкретных людей и конкретной их ситуации и прохождения ими вот этих всех судов и того морального ущерба, который они понесли, проходя все эти суды, доказывая, что они имели право проголосовать. В частности, их процесс по судам, он стал одним из аргументов, который использовался для того, чтобы год назад наконец-то переселенцы могли принять участие в местных выборах. И это, на самом деле, показало нам, что процент, который готовы принять участие, он достаточно мал даже, когда дали возможность. Но, тем не менее, у нас должно быть такое право, которое... Даже если существует один человек, то это уже требует того, чтобы нормативная права база позволила этого сделать, потому что принципом неважно, это 10 миллионов или это один человек. Он должен одинаково работать. Раз. Два. Это изменило ситуацию в ряде громад, где есть серьезное присутствие переселенцев, где их просто местная власть игнорировала, потому что местные депутаты, местные мэры, они говорили, извините, а какой мне резон направлять деньги, например, на общежитие строить для переселенцев, если вы со мной не проголосуете? Ну, то есть объясните мне, какие мне причины это деть? Отобрать, например, тех, кто проголосует, и отдать тем, кто не будет голосовать. Поэтому это изменило ситуацию с политическим процессом. И уже на следующие местные выборы я уверен, что переселенцы будут определенным фактором. И вот этот период между этими выборами, на которых они голосовали, и уже увидели, что это фактор, до следующих выборов мы уже видим, как началась коммуникация между местной властью и переселенцами на территориях различных от Востока и до Запада Украины в громадах, где переселенцы присутствуют, и они активны. То есть это сейчас позволяет переселенцам более эффективно защищать свои интересы и свои права и с местной властью коммуницировать теперь уже не как невидимки, а как конкретный избиратель. Вы знаете, невидимки. Трудовым мигрантам также разрешили голосовать в общей сложности. 5 миллионов человек голосовали, знаете. Ну, по предварительным там данным, чуть менее 40 миллионов украинцев сейчас проживает в Украине. Да, и 5 миллионов, ну это... Это серьезная цифра. Это очень серьезная цифра, восьмая часть. И это касается, прежде всего, больших городов. Это областные центры, это более успешные города, куда идет миграция с периферии. Поэтому эта проблема уже перезревала давно. И в частности переселенцы стали и тем камушком на эти весы, который уже перевесил ситуацию, в том числе и для трудовых мигрантов. Но, конечно, трудовые мигранты и переселенцы это разная специфика, поэтому, прежде всего, я сконцентрировался на переселенцах, поскольку трудовые мигранты в данном случае имеют чаще всего родительские дома, имеют некое жилье, имеют хотя бы какую-то территорию привязки, а переселенцы имеют это на оккупированной территории, куда они не могут поехать, это риски для жизни. И, собственно, здесь есть разница, потому что периодически люди не ощущают этой разницы, и тогда иногда их в публичном поле ставят в один ряд. Говорят, ну вот, а какая разница между теми, кто переехал, условно, из какой-то другой области в Киев студентами и снимают себе жилье, и студентам, которые с оккупированной территории переехали, тоже снимают жилье. Ну, в том, что в данном случае со здоровьем проблемы, может поехать к родителям, а в данном случае не может поехать к родителям. Тут еще и моральная составляющая. Вы знаете, после того, точнее, во время, когда не могли голосовать переселенцы, очень часто я слышал такие месседжи, что, ну вот, нам украинская власть не разрешила голосовать, а нужны ли мы тогда государству? И почему-то спустя много лет уже с начала российской агрессии на Донбассе и в Крыму государство разрешает, давайте, welcome, голосуйте, ведь вы же наши граждане. И я думаю, тут как раз возникает скепсис, и у переселенцев по отношению к украинской власти, к украинскому государству, к Украине, в стиле, окей, я вам, получается, не нужен, я понял, тогда я уезжаю, становлюсь трудовым мигрантом в Польше или в Россию, или уезжаю домой в Донецк. На самом деле, это один из факторов, конечно же, но он не существует в вакууме, он просто является дополнительным аргументом к другим вопросам, которых люди сталкиваются с проблемами. И, честно говоря, здесь, мне кажется, не всегда справедлива данная критика, поскольку по отношению к государству, во-первых, должен быть вопрос из-за того, а нужно ли мне государство, что я сделал как гражданин, это первый вопрос, который любой гражданин должен с него начинать коммуникацию с государством. И потом тогда он имеет право сказать, а государство мне должно. Во-первых. Во-вторых, к сожалению, мы проходим достаточно трудно, но достаточно быстро, к счастью, процесс трансформации, и делаем в Украине то, что многим государствам ушло поколение на это, и не просто десятки лет, а сотни лет порою. Мы делаем скачок фактически от того, куда нас откинул советский период в построении общества, создавая инфраструктуру, конечно же, большие проекты и прочее, но это был эксперимент, который здесь зачистил то, что существовало органически, и начал строить здесь некое общество будущего, как на тот момент считали утописты коммунизма. И в результате мы откатились снова назад, и у нас такой пробел в сто лет практически. Запретом частной собственности, и, соответственно, у нас человек. Дальше двери своей квартиры – это уже чье-то. Вот подъезд – это не мое. То есть ощущение собственности даже за собственный подъезд. И кто пытался в чате УСББ, например, собственного договориться о чем-то с соседями, он поймет меня. Какое чувство солидарности у людей даже на низовом уровне. Я уже не говорю про двор, дальше, город и прочее. То есть это то, что возобновляется. И так я могу пройтись по многим вещам, но не хочу сейчас на это тратить время, которые показывают, что все-таки есть некоторые вещи, которые на сегодняшний день в государстве Украины не идеальны объективно, и которые изменяются. Если посмотрим динамики, то они улучшаются. Мы к этому стремимся как минимум. И тогда у нас создается ситуация интересная, что люди, и этим пользовались политики в течение многих десятилетий, шахтеры на Донбассе, на Востоке, считали, что это только им не платят зарплаты, а вот на Львовщине, в Чарванограде сидят, сидят, жируют. Мы будем держать, друзья. А в Чарванограде рассказывали, что это на Донбассе шахтеры жируют, а им не платят в Чарванограде, потому что на Донбассе выплачивают зарплаты. Тема серьезная, такая больная, хочу сказать. Мы будем еще не единожды поднимать ее, в том числе и в нашем эфире. Пока же мы идем далее. Почти все рекомендации Венецианской комиссии к украинскому закону о переходном периоде можно учесть. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Давайте услышим. Рекомендации Венецианской комиссии в большей степени касаются дальнейшей доработки текста и установления лучших гарантий по обеспечению прав человека. Почти все из них можно учесть при разработке правительственного законопроекта в профильном комитете Верховной Рады. Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Напомню ранее, Венецианская комиссия обнародовала рекомендации к законопроекту о переходном периоде по Крыму и Донбассу, который сейчас разрабатывается властями Украины и непосредственно профильным министерством. Эксперты попросили конкретизировать некоторые понятия, в частности, привести в соответствие с международным правом положение об ответственности за уголовные преступления, совершенные в связи с временной оккупацией, уточнить положение иллюстрации и отразить в проекте особый конституционный статус Автономной Республики Крым и Севастополя. В целом, в Венецианской комиссии отметили стремление украинских властей определить правовые основы переходного периода и признали, что в проекте документа в значительной мере основывается на принципах международного права и учитывает потребности уязвимых групп общества. Сейчас с нами на связи Александр Мережко, заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе и глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики межпарламентского сотрудничества. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Рад вас приветствовать. Вы, как народный депутат Украины, как оцениваете предложения, которые идут от Венецианской комиссии? Добавлю, Венецианская комиссия уважаемая институция, естественно, но очень часто, знаете, тем более в последнее время есть такой месседж, что мы уважаем мнение, но можем иногда делать по-своему что-то. В этом случае господин Резников сказал, да, спасибо за такие правки, мы учтем. Что вы думаете? Ну, я думаю, что, во-первых, сам закон, который был разработан при участии Алексея Юрьевича, он носит огромное значение, и действительно это очень масштабный закон, который затрагивает целый ряд животрепещущих вопросов. Безусловно, этот закон требует определенной доработки, и мнение, которое выразила Венецианская комиссия, я считаю, это очень важно с точки зрения того, что к нему необходимо прислушиваться. Одновременно с этим мы, по-моему, я тут выражаю свою личную точку зрения, необходимо достаточно критично относиться и к мнению Венецианской комиссии, поскольку, в конце концов, мы все-таки суверенное государство, и мы лучше знаем, что у нас происходит и какова специфика. Венецианская комиссия, она иногда относится к законопроектам, которые рассматривают, ну, скажем так, немножко юридически формально, что является абсолютно правильным подходом с ее точки зрения, но мы лучше знаем, какова наша специфика. Надо иметь в виду, что этот закон уникальный, и он решает уникальные проблемы, с которыми столкнулась Украина. Поэтому, конечно, безусловно, надо прислушиваться к мнению Венецианской комиссии. Необходимо, я бы даже сказал так, максимально реализовать те пожелания, те рекомендации, которые она предлагает, но вместе с этим необходимо исходить из наших конкретных интересов и вот той ситуации, в которой мы оказались. Олег, вы как политолог, ну, давайте так, на самом деле нужно отметить то, что комиссия одобрила, скажем так, приняла. В целом приняла. Да, то, что у нас это положительное движение, тем не менее, но есть правки, которые нужно изменить. Как вы к этому относитесь? Во-первых, это уже вторая итерация данного законопроекта, поскольку первый проект был презентован министерством и офисом вице-премьера. Он носил более детализированный характер. Там они не так рамочно шли, сколько детализационный, и он вызвал серьезную критику. И к чести офиса вице-премьера от него отказались, вернулись на основы, которые фактически исподвигли к написанию данного законопроекта и выписали рамочный законопроект. И во многом прислушались к экспертному сообществу. Более того, есть критика и к этому законопроекту сейчас, есть те позиции, которые необходимо будет учесть, но в целом он действительно дает абсолютно другое качество и фундамент для другого качества политики. Поэтому и в экспертном сообществе он во многом поддерживается как некий фундамент к дальнейшей дискуссии. Раз. Два. Важно обозначить, что к венецианской комиссии в данном случае обратились украинские власти. Это не кто-то посмотрел на законопроект и решил, а ну-ка давайте к МАЦ. Нет, это как раз украинская власть и офис вице-премьера, Кабмин, обратился к венецианской комиссии и сказал, дайте нам, пожалуйста, ваше заключение. Да, формалистское, да, больше юридически детерминированное и даже многие обвиняют венецианскую комиссию в таком себе юридическом фетишизме, когда вот буква закона, она для них важнее всего остального, но это их специфика как научная на самом деле институция и при Совете Европы, которая консультирует. И в данном случае эта украинская власть обратилась и сейчас, конечно же, значительную часть из рекомендаций, я думаю, будет воплощено. Так же, как и украинских спертов, я думаю, при подаче в парламент и благодаря депутатам, я думаю, там также найдут свое отражение некоторые идеи доработки. Если говорить в целом о данном законопроекте, то он впервые дает комплексное и целостное представление относительно подходов и принципов, с которых Украина осуществляет политику безопасной реинтеграции. То есть, здесь есть часть и деоккупации, часть и реинтеграции, и часть интеграции на самое единство в целом, поскольку данные процессы идут неразрывно и с интеграционными в целом в стране. И дает горизонт планирования и во времени, и в пространстве гораздо шире, нежели сейчас проблематика часто сейчас озвучивается, поскольку мы, к сожалению, уже 7 лет с копейками войны живем в ситуации, когда мы гасим пожары, и мы реагируем. Данный законопроект дает возможность выстроить проактивную политику, не реагируя на уже случившиеся проблемы, а не допуская часть из них. Насколько это удастся, конечно же, один законопроект, он не самодостаточен в этом, но он точно необходим в целом комплексе мероприятий, которые будут осуществлены в дальнейшем. По крайней мере, общение экспертное и общение с офисом вице-премьера показывает, что у них есть понимание, что это куда шире и больше, нежели только этот законопроект. Это одна из цепей. Александр, на завершение этой темы важный законопроект о переходном периоде, но тем не менее, среди ваших коллег в парламенте он найдет поддержку, потому что ни единожды слышали мы от ваших коллег не по фракции, по остальным фракциям, скажем так, и от представителей определенных партий, которые не вошли в состав Верховной Рады Украины. Радикальное нет. Ни что нам это не нужно, что это сдача интересов Украины, это те красные линии, за которые сейчас переходит официальный Киев, современная, нынешняя киевская власть. Что вы думаете об этом? Ну, я надеюсь на то, что все-таки этот законопроект найдет поддержку в нашей фракции, хотя наверняка будут серьезные дискуссии, но в рамках этих дискуссий я убежден в том, что нам удастся убедить, прежде всего, наших коллег, членов нашей фракции, в том, что это очень важный и нужный законопроект. Я надеюсь, что удастся убедить представителей, ну, скажем так, большинства, осторожно скажу, большинства фракций. Вот коллега абсолютно точно сказал, я абсолютно разделяю его точку зрения, здесь ключевое слово безопасная реинтеграция. В этом состоит и смысл, основная идея, основная задача этого закона, этого законопроекта. Создать предпосылки для безопасной реинтеграции. И я считаю, что законопроект достаточно успешно решает эту задачу, и необходимо просто работать с нашими коллегами-депутатами и попытаться их убедить. Я думаю, что это вполне по плечу задача, и она будет решена. Так работа, но тем не менее. Еще одна тема, о которой хотел коллеги с вами обговорить, это угроза эскалации ситуации на Донбассе. Продолжение российской агрессии против Украины, она не исчезла. Накануне это озвучил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал быть готовыми к любому развитию событий на востоке Украины. Давайте услышим. В липні минулого року ми домоглися запровадження сталого режиму припинення вогню на сходе нашої держави. Та, на жаль, сьогодні ми бачимо ускладнення на сходе Украины, де гинуть наші воїни. Багато поранень. Важливо бути згуртованими. Ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. Оцінюв риски також і Григорий Галаган, командуючий сил специальних операций вооружённих сил України. Отмечу, що ССОС являється ключовим родом сил, которые отвечають за підготовку і організацію движення сопротивлення защиту правового режима военного, чрезвычайного положення. Давайте услышимо. У нас майже 130 зараз районів по новому району, і загрозу вторгнення і подальшої ескалації з боку Російської Федерації ніхто не гарантує. Тому повинні бути готові в кожній області. Та зараз не окуповані, яка зараз є, але ще й та, яка загарпана. Відео, можливо, то, що подобні опасення небезосновальні, свидетельствують сьогоднішні заявлення представницей МИД России Марії Захаровой, традиційно, вину за все происходяще на линій соприкосновения она возложила на Україну і її союзників. В даному случае лично на главу Пентагона Ллойда Остина, который на днях был с візитом в Україні і прямо обвинил РФ в развязуванні конфликта на Донбассі. Ми обратили внимание на агрессивний русофобський тон заявлений глави Пентагона, который в этих заявлениях прямо поддерживає реваншистське настроення партии в Києві. Це не тільки провоцірує напряженность вдоль линии соприкосновения на Донбассі, но і вызыває серьезні вопросы о реальной приверженности Вашингтона собственним уверением в готовности содействовать реализации Минских соглашений. Марія Захарова, официальний представитель МИД РФ. Давайте так, очень часто настроение Российской Федерации воинственное, оно зависит и от внутренней ситуации там, от поддержки, уменьшения поддержки Владимира Путина, кстати, об этом говорят соцопросы многие сейчас в Российской Федерации, да и просто желанием лично Путина каким-то образом поиграть мышцами перед Европой, перед Соединенными Штатами Америки. Сохраняется ли сейчас возможная активность РФ на границе с Украиной, на территории оккупированных Украины, в Крыму и на Донбассе? Во-первых, риски этого сохраняются всегда, а концентрация войск Российской Федерации, она лишь наращивала за все это время. Во-первых, во-вторых, Россия укрепляла свое присутствие в Азовском и Черном море, милитаризировала их дополнительно. Есть данные в том числе и об даже нахождении ядерно-обооруженной территории Крыма, которую Россия перебрасывала, чем нарушает безъядерный статус Украины, и это на самом деле сейчас уже очень серьезная проблема. Когда мы говорим о Востоке и о Крыме, мы забываем очень часто об Черном море и Азовском море, в которых также Россия аннексировала, значительную, попыталась аннексировать, оккупировала значительную часть нашей акватории и прибрежных вод, и не только прибрежных вод, это экономическая зона, и на самом деле она их очень серьезно милитаризировала. Это первый момент. Второй момент, то что, к сожалению, ситуация на энергетическом рынке европейском и запуск северного потока, который сейчас оттягивается, но тем не менее он с высокой вероятностью произойдет, он, конечно же, развязывает России руки на украинском направлении, поскольку Запад зависим от российского газа, и в данном случае он будет зависим от него вне зависимости от Украины. Вот такой каламбур. И это, конечно же, развязывает руки, в частности, для военных операций на территории Украины. Третий момент. Это будет зависеть очень серьезно от внутренней ситуации. Если внутренняя устойчивость пошатнется, если России удастся дестабилизировать ситуацию, либо она дестабилизируется не без российской помощи, но внутренними силами ввиду социальных потрясений, экономических потрясений и многих других вещей, то тогда, конечно же, Российская Федерация постарается и попытается реализовать некий военный сценарий, в частности, для того, чтобы усилить свои переговорные позиции. Ведь помним, что Минск заключался как раз в ситуации, когда Россия открыта уже, если до этого они прикрыта и, скрывая это, присутствовали на территории Украины и воевали. Помним, зеленые человечки в безопознавательных знаках, на Востоке некие добровольцы, хотя все же прекрасно понимали и знали, и особенно те, кто... Которые в шахтах находили танки. Да, особенно те, кто находились на Востоке, тогда я в Донецке, например, я так понимаю, вы тоже на Луганщине, по говору, по ориентированию, по местности. Ну, было понятно по всем параметрам, что это россияне, причем россияне обученные, которые четко знали, что они делают. И, конечно же, тогда именно не прикрыто их участие. Это стало, с одной стороны, результатом того, что Украина начала держать военные победы и мобилизировалась общество и государство, как следствие мобилизации общества. Но и также это подвигло к тому, что был подписан Минск, и у них этот опыт есть. И, соответственно, они вполне могут рассматривать ограниченную военную операцию, например, на Крымском направлении, либо на Восточном направлении, либо на Киевском направлении, даже через северную границу. Плюс у них теперь появляется прокси в руках в виде Беларуси, которая пугает балтийские страны. Поэтому театр боевых действий может расширяться и не только руками России. Об этом предупреждал, кстати, военный эксперт господин Филигельгауэр несколько месяцев назад о возможных вариантах. Я бы добавил российский эксперт, причем человек, который достаточно приближен к российским политическим военным элитам. Александр, вам вопрос. Ну, в принципе, от России мы не впервые слышим подобные заявления, тем более, которые исходят из рта Марии Захаровой. Как вы считаете, в Кремле реально нервировали из-за приезда Ллойда Остина? Как в этом, к этому? Вообще, какая ситуация в ТКГ сейчас? Из-за, в том числе, приезда Ллойда Остина ведут ли себя более нервозно россияне при переговорах с нашей стороной? Ну, я бы сказал, что такая особая нервозность начала проявляться после проведения довольно успешного саммита Крымской платформы. То есть, безусловно, Россия использует свою делегацию в ТКГ и, ну, скажем так, представители Орлона, на самом деле, это марионетки, которые полностью контролируются Россией. Она использует сейчас не столько для того, чтобы серьезно и добросовестно вести консультации, какие-либо переговоры, а скорее в таких провокационных, политических и даже пропагандистских целях. Вот то, что происходит на сегодняшний день, продолжается тот тупик, то блокирование, которое было искусственно создано Россией. Вот преодолеть его довольно сложно, потому что Россия не выказывает какой-либо серьезной заинтересованности в продвижении, в прогрессе переговорного процесса. И это очень странно, потому что, ну, понимаете, дело в том, что наши переговорщики, наша делегация находится в такой парадоксальной ситуации. Мы в рамках трехсторонней контактной группы ведем переговоры с Россией, с Российской Федерацией. А Российская Федерация как раз официально не считает себя ни участником конфликта, ни стороной минских договоренностей. То есть она практически отказывается от выполнения своей части, части своих обязательств минских договоренностей. Вот в такой ситуации очень трудно вести переговоры. Россия, по сути говоря, игнорирует серьезную работу и такой стандартный ответ на все наши инициативы и попытки как-то разблокировать или проявить добрую волю в процессе консультации, они заканчиваются тем, что российский представитель заявляет о том, что вот о чем договорятся Киев с одной стороны, Луганск, Донецк, с другой, то мы и поддержим. То есть, по сути говоря, Россия отказывается от честного и добросовестного ведения переговоров. Ситуация на сегодняшний день не изменилась, к сожалению. Тема первостепенная для нашего телеканала, для нашей программы, в том числе, да и Украины с 2014 года. Мы же идем далее. Еще одна тема. Евросоюз поднимет вопрос о блокировании работы миссии ОБСЕ в оккупированном Донецке на своих заседаниях в Вене и на двухсторонней основе с России. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Мати Масикас. Он подчеркнул, что наблюдатели должны иметь возможности беспрепятственно вести свою деятельность. В соответствии с мандатом. Однако этому препятствует разблокировать работу миссии организации призвала и действующая глава ОБСЕ Ан Линда. Давайте услышим. Не может быть никаких оправданий для вмешательства в работу миссии в любой форме. Нынешние ограничения влияют на гражданское население по обе стороны линии соприкосновения. В специальной мониторинговой миссии должны быть обеспечены необходимые условия для выполнения ее работы на всей территории Украины в соответствии с ее мандатом, минскими соглашениями и общими согласованными выводами Нормандского саммита Ан Линда глава ОБСЕ Ну и добавлю, что некоторые ограничения для представителей миссии уже сняли. Чтобы окончательно снизить градус вокруг этой истории Украина предоставит российским дипломатам доступ к задержанному на Донбассе участнику незаконных вооруженных формирований гражданину Российской Федерации Андрею Косяку. Я напомню, что работу наблюдателей на Донбассе заблокировали именно из-за его ареста. Давайте услышим. В связи с международным правом консул мает право доступа к гражданине государства, который он представляет и такой доступ будет надан. Безусловно, это является визнанием того, что Россия в разных формах в этом конкретном випадке в виде гражданина России берет участие и является единой стороной международного конфликта между Украиной и Россией. Подобными заявлениями, Александр, вам вопрос. Российская Федерация часом не стреляет себе в ногу? Все-таки вот разрушается этот миф? Ну, в принципе, он уже разрушен множество раз украинской властью. Нас там нет, их там нет. Тут российский гражданин что-то забыл там на территории Украины с российским паспортом, участвующих в незаконных вооруженных формированиях, представляющих какую-то там мифическую ССКК, ЛНР и так далее и тому подобное. Теперь еще и консул к нему приедет. Ну, по сути, вот эта история с их там нетами и так далее, она уже не существует, еще больше разрешает. И Россия стреляет себе уже, ну, даже выше, возможно, ног. Да, совершенно верно. Дело в том, что то, что произошло, это всего лишь одно из многочисленных доказательств присутствия российских вооруженных сил, так сказать, в разных форматах на территории Украины, на оккупированной России, подчеркиваю, оккупированной России территории Донбасса. Это уже очевидные вещи. Ни у кого не вызывает сомнения то, что происходит. Все об этом прекрасно знают. И ОБСЕ, и я уверен в том, что Россия, это тоже, как, так сказать, оккупирующее государство, прекрасно отдает отчет в своих действиях. Но то, что она постоянно пытается представить и отрицает очевидные факты, это, в общем-то, не в пользу России, особенно в глазах наших западных партнеров и международных организаций, в том числе ОБСЕ. Но то, что произошло, это, знаете, в общем-то, лишний раз доказывает то, что очевидно абсолютно для всех. Но этот человек Андрей Косяк, он представитель так называемой СТКК, ЛНР, он уроженец города Алчевска, Луганской области, моего родного города. Он получил паспорт Российской Федерации по программе паспортизации, которая незаконно проводила Российская Федерация. Единственное но, в доктрине, в военной доктрине Российской Федерации четко прописано, что Россия, ну, я сейчас интерпретирую, скажем так, она защищает своих граждан в любой точке мира. Олег, вот такие вот моменты, они могут стать проблемой, возможно, каким-то таким плацдармом для Российской Федерации для дальнейших действий? На самом деле это не столько про проблему, хотя она присутствует, конечно, потому что это один из элементов создания инфраструктуры конфликта и уничтожения пространства реинтеграции. То есть, фактически, Россия все эти годы разворачивает инфраструктуру конфликта на этих территориях и уничтожает возможности реализации Муминска. Паспортизация, введение рублевой зоны, закрытие КПВВ, создание определенных таможенных режимов между Донецкой и Луганской областями, разделенными оккупационными администрациями. И многие другие вещи это то, что фактически не регламентировано Минском и уничтожает сам дух реализации Минска. С каждым таким шагом России Минск будет требовать кучи различных формул и оттягиваться во времени возможности его реализации. Во многом уже в том виде, в котором он написан очень рамочно, он невозможен к реализации в силу того, что Россия кардинально поменяла сам контекст, в котором он должен реализовываться. Одно дело ситуация семь лет назад, другое дело ситуация сейчас. Раз. Два. В данном случае, говоря об договоренностях с Россией, переговорах, сложно вести переговоры с тем, кто не хочет договориться. Для России переговорные форматы это один из инструментов ведения войны, просто другими методами, дипломатическими. И они выходят с позиции ультиматумов исключительно, чередуя милитарные, составляющие дипломатическое давление, пытаясь все время ухудшить ситуацию для Украины и попробоваться продвинуться хоть на полшага вперед и зафиксироваться. Но при этом поле договоренности или желание договориться там нет. Там есть желание додавить. И третий момент важный, что Россия в целом умеет качественно играть ставкой с отрицательным результатом. Россия демографически нечего ей предложить миру. Неуспешная страна. Инновационно неуспешная страна. Экономически ВВП России равняется ВВП Испании и меньше, чем ВВП Италии. Россия и Италия. Экономически тоже. Что они могут предложить? Они могут предложить лишь как согласно старой мудрости продай козу, купи козу. Сначала создать проблему, а потом торговаться за то, на каких условиях они готовы решать эту проблему. Начать воевать на территории другого суверенного государства соборного. Россия сталкивается с ситуацией, когда у них нет карт на столе или нет карт для игры, они берут, разжигают новый конфликт, либо они внутри конфликта создают новую проблему. Например, берут заложники УБСЕшников, и после чего говорят, мы готовы обменять ее, но это ж не мы, это ж вот там, но мы, вы же понимаете, можем позвонить и повлиять, а вы пустите нашего консула, а вы отдайте нам чего-то, а вы согласитесь. И таким образом уже приучили к тому, что УБСЕшников нет на границе, к тому, что территории, установленные в Минске, включают Дебальцево, но Дебальцево Украине и Россия не отдают, хотя взяла прямое обязательство себя на это. То, что Россия брала на себя обязательство по реализации Минска, конкретно подписывая их представителей Российской Федерации. Вы знаете, Олег, мне кажется, этот список можно дополнять не только с 14-го года и еще намного ранее, на самом деле. Удаперский меморандум и дальше-дальше большой договор о дружбе и сотрудничестве, в котором Россия признала целостность Украины. Еще до времен Богдана Хмельницкого в том числе. Огримное спасибо Алексе Океан и Александр Мережко были сегодня в студии. Коллеги, большое вам спасибо. Друзья, мы же идем далее. Новый генеральный план по сдерживанию российской агрессии разработают в НАТО. Стратегия может включать меры по противодействию сразу нескольким потенциальным угрозам. В частности, способы защиты от ядерных и хакерских атак, а также нападения на космические спутники. В НАТО говорят, концепция обороны Евроатлантического региона необходима, поскольку Российская Федерация разрабатывает современные системы вооружения, размещает войска и технику у границ союзников Альянса. Разработку плана по сдерживанию российской агрессии сегодня и завтра в Брюсселе обсуждают министры обороны стран Альянса. Предлагаю услышать, как отношения НАТО с Россией оценивает генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Мы также должны понимать, что отношения между НАТО и Россией сейчас находятся на самом низком уровне со времени окончания Холодной войны. Министры обороны НАТО сейчас согласуют всеобъемлющий план защиты Евроатлантического региона, гарантируя, что у нас будут нужные силы в нужном месте и в нужное время. Сейчас с нами на связи Олег Жданов, военный эксперт. Олег, здравствуйте. Добрый вечер. По вашему мнению, можно ли сказать, что НАТО подобными планами, генеральными планами по сдерживанию, как сейчас уже называют СМИ, вот тот документ, о котором я говорил выше, таким образом НАТО готовится к возможной большой войне с Российской Федерацией? Нет. Дело в том, что вот эти вот планы, они предназначены для того, чтобы избежать большой мировой войны. Дело в том, что мы же прекрасно все понимаем, большая мировая война будет первая и последняя на всем земном шаре. Насколько можно называть вот этот план, потому что такие месседжи в том числе и видел, и читал и от ваших коллег. План защитный либо план возможного такого ответного действия на действия Российской Федерации? Думаю, что план, скорее план ответного действия. И план, можно было бы применить слово блокировки некоторых действий России на международной арене и в мировом пространстве, который проявляет особую агрессивность. В качестве примера могу привести, допустим, создание отряда эсмитцев по поиску и блокированию российских подводных лодок в Атлантике. Вот вам, это может быть элементом этого плана. Если говорить, знаете, таким очень простым языком, процентном, возможно, отношении, дальнейшая агрессия Российской Федерации насколько высока, насколько вероятна в отношении Украины и стран Балтии в прежду очередь? Ну, она очень, нет, она очень находится на низком уровне. Вот тут, кстати, приведу слова нашего главнокомандующего генерала Залужного в том плане, что мы не наблюдаем на сегодняшний день создание большой наступательной или ударной группировки на европейской части России или вблизи наших границ. Хотя вероятность остается, потому что есть такие виды вооружений, как авиация и ракетные войска. Поэтому нам надо быть готовым ко всему. Те разработки нового вооружения Российской Федерации, о котором говорится, в том числе в документе, насколько они сравнимы с военным потенциалом Североатлантического Альянса? Ну, я бы сказал, на два порядка отстают, как минимум. Как минимум. Особенно, ну, вот даже обыкновенный пример «Джевелин». Это противотанковый ракетный комплекс третьего поколения. Он работает по принципу «пустил и забыл». Хотя в странах НАТО «Джевелин» уже на вооружении больше 30 лет. То есть это уже для них это вчерашний день. В России нет ни одного ПТРК, который бы работал по принципу «пустил и забыл». Все работают по принципу полуавтомата. То есть являются вооружением второго поколения в данном виде вооружения. Тут, по вашему мнению, мы можем сказать свое слово для НАТО? Слово помощи, плечо такой помощи в виде опыта сдерживания Российской Федерации у нас более чем. Так именно поэтому и состоялся визит министра обороны США сюда в Украину. Потому что мы в данном случае неоднократно говорил, что Украина это ключевая страна в плане сдерживания военной агрессии со стороны Российской Федерации. И мы ключевая страна именно в противостоянии НАТО и России. Вот для того, чтобы избежать вот этой масштабной или глобальной войны, не побоюсь этого слова, существует государство Украина. И наше партнерство с НАТО гарантирует НАТО, что у них есть шанс избежать этой большой войны. Ну, вы знаете, не все могут так мирно вести себя с Российской Федерации или делать определенные заявления в стороны Российской Федерации еще более радикальным. Даже так сказал бы, в НАТО должны показать России, буквально цитирую, что готовы использовать оружие. Об этом заявила представительница глава Минобороны Германии, министр обороны Анненград Крамп-Каренбаур. Она высказывалась за довольно жесткую позицию НАТО, которая должна быть у Североатлантического Альянса по отношению к Российской Федерации. Вы знаете, вот это заявление, оно как-то не совсем вяжется с такими не то, что дружественно теплыми отношениями РФ и Германии, но такими, что не являются очень плохими. Давайте так. Как в НАТО, по вашему мнению, могут показать России готовность использовать оружие в случае защиты или ответных действий? Ну, да, действительно, соглашусь с вами в том контексте, что это не тот министр обороны, от которого можно было слышать такие слова. Буквально еще несколько месяцев назад Ангела Меркель, действующий пока еще канцлер Германии, сказал, что вообще никакого оружия Украине давать нельзя. Хотя Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Польша, страны Балтии наоборот стараются максимально поднять боевой потенциал наших вооруженных сил. Что касается готовности к применению оружия, не надо далеко ходить за примерами, визит Остина Ллойда в Киев, в этот день стратегические бомбардировщики США Б1Б Лансер вылетев из Соединенных Штатов, отрабатывали вопросы ударов в Черном море по кораблям вероятного противника. Причем их сопровождало в Черное море, когда они прибыли, они беспосадочно прилетели, дозаправлялись в воздухе над Великобританией, прилетели в Черное море, отработали тактические задачи, их сопровождала авиация НАТО, были румынские, болгарские и польские истребители. Россия была вынуждена поднимать Су-30 для якобы перехвата, потом бомбардировщики заправились и улетели. Один Лансер это 12 крылатых ракет, противокорабельных крылатых ракет. Вот вам яркий пример того, что НАТО демонстрирует готовность и реальную готовность к нанесению реальных ударов. Еще одна тема, Лесилик, о которой хотели с вами поговорить. Украина ведет переговоры с Великобританией о покупке ракет для кораблей и самолетов на фоне опасений, что Россия может использовать газовый кризис для эскалации агрессии. Об этом сообщает Times со ссылкой на свои источники. По данным издания, Великобритания предоставит для Украины под украинских патрульных катеров ракеты класса земля-земля. Еще обсуждают также ракеты класса воздух-земля для украинских самолетов. Неделю назад стало известно, что в Украине при помощи Великобритании два противоминных корабля. Не единожды мы с вами в том числе говорили о возможностях Украины в море, в Черном море, в Азовском море. Вот те базы, которые строятся сейчас с помощью Великобритании, не без помощи, давайте так, Великобритании, то оружие, которое мы планируем закупать у Великобритании, насколько оно увеличивает эффективность нашей морской защиты, если так можно сказать? Ну, я бы сказал, что оно кратно увеличивает. Почему? Потому что на сегодняшний день наша защита к сожалению находится практически на линии старта, на нулевой отметке. Мы начинаем фактически с нуля. Мы только создали противокорабельный комплекс береговой, он у нас еще не пошел даже массово в войска. Мы только приняли концепцию создания военно-морских сил и флота как такового, поэтому любое вооружение, которое поможет нам как-то поднимать боевой потенциал военно-морских сил Украины на море для нас является ну просто положительным результатом и умножает, даже не прибавляет, а умножает наши возможности борьбы или противостояния или защиты морских рубежей Украины. Если говорить о том вооружении, которое мы планируем сейчас закупить, каков его потенциал? На что способно это вооружение? Смотрите, эти ракеты способны, ну вот давайте так, в комплексе мы сейчас притворяем жизнь концепцией москитного флота. Москитный флот это малоразмерные высокоманевренные ракетные катера, которые наносят множественные поражения кораблям вероятного противника. Поэтому для них эти ракеты и я скажу даже больше, что раз они предлагают ракеты воздух-земля, то скорее всего следующее предложение от Великобритании будет, это покупка их истребителей, на которых эти ракеты сегодня установлены. Почему? Потому что нельзя эту ракету, это высокоточная ракета, самонаводящаяся, она опять же работает по принципу пустил и забыл, то есть она сама находит цель, точнее ей надо указать цель, а дальше она ее находит сама. Так вот, эту ракету нельзя просто взять и подвесить на наши старые советские самолеты. Для этого на самолет надо установить систему управления огнем, точнее оружием и систему навигации под эту ракету. Поэтому дешевле, наверное, будет взять у Великобритании их истребители или самолеты, допустим, F-15, если они или F-16, если они совместимы у наших партнеров. Но наши старые советские самолеты переоборудование будет стоить намного дороже, чем приобретение допустим самолетов, ну, не новых, но боеспособных. Возможно, знаете, такой еще толчок к увеличению эффективности украинской авиации, построения авиации в Украине. нам по флоту, слава богу, мы двинулись вперед. Мы приняли концептуально, что мы создаем новый флот с помощью наших партнеров, в том числе частично натовскими элементами. Вот нам теперь надо принять такое же стратегическое решение по авиации. постепенно. Мы либо что-то свое делаем, либо мы берем у нас стран наших партнеров. Все будем постепенно делать. Спасибо большое вам, Олег. Друзья, напомню, что Олег Жданов военный эксперт был с нами на связи. Мы же идем далее. Жители Симферополя бойкотируют незаконную перепись населения в Крыму. Об этом рассказала одна из жительниц оккупированного города. Передает Крым Реали. По ее словам, многие люди даже не открывают двери переписчикам и игнорируют листовки приглашения. Я напомню, что так называемая всероссийская перепись стартовала 15 октября и будет длиться месяц до середины ноября. Проводят подсчеты в оккупированном Крыму. Последний раз российские оккупационные власти проводили такую перепись в 2014 году. Давайте услышим, что по этому поводу думают в Министерстве иностранных дел Украины, а также и наши иностранные партнеры. На прошлой неделе эту перепись уже осудил спикер Европейской службы внешних связей и, конечно, мы тоже ее осуждаем. Мы продолжаем удерживать на виду и указывать на нарушение прав человека международного права в оккупированном Крыму. И мы последовательно призываем Россию придерживаться своих обязательств страны-оккупанта и политика ЕС, политика непризнания незаконной аннексии, запретная инвестиция остаются в силе и не изменятся. Оценку незаконной переписи на полуострове дали также в профильном министерстве по вопросам реинтеграции времена оккупированных территорий давайте услышим. Эта инициатива как и все другие которые проводятся со стороны оккупационных властей то есть это не принимается официально нашим государством и более того то есть со своей стороны то есть мы постоянно работаем над тем чтобы облегчать доступ наших граждан к нашим услугам получению паспортов оформлению документов и так далее то есть в этом направлении мы усилием работу нашу И сейчас на связи со студией Юлия Тищенко эксперт Украинского национального института стратегических исследований Юлия добрый вечер Добрый вечер Вашему мнению какова цель оккупантов если говорить о так называемой всероссийской переписи на территории украинского полуострова Ну одна из целей и кстати эта перепись должна была состояться год назад но была отложена то есть это очередная демонстрация того что Крым территория Российской Федерации представление Российской Федерации то есть здесь каких-либо изменений нет но то есть это демонстрация вот этой целостности Российской Федерации в том числе принадлежности Крыма к ней к этим процессам Каковы могут быть Да Да Ну тут понимаете Россия же преследует еще помимо всего прочего и свои скрытые цели в частности перепись должна показать изменения в том числе этнического состава я так думаю и это будет в общем-то своеобразная легитимация и в российском внутреннем дискурсе который оно будет вовне использовать как бы российскости Крыма в том числе Вот не единожды украинские СМИ и также международные СМИ говорили о том что Российская Федерация постепенно занимается замещением населения то есть переселяет туда на территорию украинского Крыма переселяя россиян туда таким образом изменяя состав в том числе национальный вот таким образом как я понимаю правильно сейчас можете сказать прав я или нет пытаются понять достаточно ли изменился национальный состав на территории украинского полуострова Это тоже одна из целей и не есть секрет без всякой переписи рост семей военных которые переезжают в частности рост в Севастополе население рост в Симферополе но это кстати традиционно было потому что этот город более-менее экономически был более активный чем остальная часть Крыма вот это скажем больший приезд жителей граждан России с территории Северного Кавказа то есть посмотрим как они будут там записываться то массово россияне покупают или там приобретают недвижимость на территории Крымского полуострова там ну и соответственно регистрацию поэтому безусловно Россия осуществляет плановую политику по замещению населения в Крыму это собственно международное преступление против гуманитарного права вот более того сейчас ну об этом тоже можно говорить да то есть были абсолютно в четырнадцатом году легальные программы там по переселению учителей преподавателей да то есть служащие чиновники и так далее и так далее да они все приезжали в Крым и очевидно это тоже влияет на этический состав разные есть цифры да называются ну как бы десятки тысяч двести тысяч тех кого Россия переселила то есть в общем-то разные показатели есть я не буду сейчас все эти цифры приводить но еще такой существенный момент в четырнадцатом году сразу после незаконной аннексии Российская Федерация тоже быстро провела перепись населения вот и где-то потерялось как минимум десять процентов украинцев да которые в общем-то до этого себя идентифицировали как этнические украинцы ну плюс украинцы в Крыму традиционно это как меньшинство в меньшинстве то есть их было всего 25 процентов то есть после четырнадцатого года их стало меньше как минимум на 10 процентов то же самое относится и к крымским татарам то есть перепись она очевидно уже можно предугадать что ее интерпретация она покажет что это вообще никакой не коренной народ и их очень мало и так далее то есть зная всю эту предысторию информационную истерию в отношении к украинцам и крымским татарам и русскому российскому Крыму вот то есть уже сейчас можно как бы предугадать все эти интерпретации этнического состава которые в Крыму будут демонстрировать демонстрировать Юлия не могу вас не спросить о реакции жителей оккупированного Крыма украинского полуострова в том числе Симферополя на вот такую так называемую перепись то что люди не открывают двери попросту переписчикам простите за выражение о чем это говорит ну в Крыму скажем ли лишний раз на оккупированных территориях и в Крыму и на Донбассе что-то о себе рассказывает то есть чем меньше о тебе знает государство вот в этом контексте тем лучше ну и сам как бы ну то есть сама атмосфера в Крыму она безусловно располагает к тому чтобы как можно меньше привлекать к себе внимание и давать там какую-либо информацию вот ну потому что это может быть чревато чем угодно в том числе и какими-то последующими репрессивными актами также еще тоже может быть интересный момент я думаю что Россия после этой переписи будет всячески показывать как выросло страшное благосостояние на Крымском полуострове почему потому что там же оценивается не только этнический как бы состав и ну в том числе какие-то экономические показатели семей ну и так далее и так далее да то есть я думаю что это будет очень мощное средство пропаганды если учишь впервые это перепись с инновациями электронными инновациями даже если жители Крыма Симферополи не открывают эти двери я думаю что всегда есть возможность открыть эти двери за них да тем кому нужны соответственно юлия напоследок буквально коротко очень такой сложный вопрос неудобный для нас вопрос у нас украинской власти нету точной информации сколько людей проживают на территории оккупированной это и Ордло а также Крым украинский полуостров можем ли мы пользоваться той информацией которую дают Российская Федерация российские социологи переписчики и так далее и тому подобное чтобы примерно хотя бы понимать сколько сейчас людей проживают на оккупированных территориях либо же эта информация для нас фейковая абсолютно фейковая мы к ней не притрагиваемся вообще ну я бы тут разделила информацию демографов да вот по результатам какой-то переписи и то что Российская Федерация называется социологическими исследованиями то есть социологическими исследованиями особенно российских да и не только российских любых именно количественными я бы вообще ну как бы призывала ими не пользоваться потому что они не несут какой-то объективный характер ну в частности там ну некоторые вопросы да там про принадлежность Крыма и так далее это вообще уголовная статья в России да попробуйте усомниться вот то есть вы можете как бы столкнуться с огромными проблемами от российской власти вот относительно тех данных которые соберут в результате переписи населения мы можем на них как бы смотреть но я бы не опиралась и не доверяла полностью всему тому что там может быть получено то есть это ну та информация которую мы никаким образом не контролируем и насколько она как бы реалистична и насколько там не будет какая методология будет не можем проверить как минимум мы не доверяем цифрам но опираться возможно каким-то образом я вас правильно понял можем в определенных опять-таки смыслах тут я же говорил вопрос очень сложный знать такой неудобный максимально Юлия говорим огромное спасибо друзья напомню что Юлия Тищенко экспертка украинского национального института стратегических исследований была с нами на связи мы же идем далее Украинцам одобрят бустерную дозу вакцины от коронавируса на этой неделе собиралась группа экспертов по вопросам иммунизации именно по этому поводу дополнительную третью дозу в ближайшее время будут рекомендовать людям которые имеют проблемы с иммунитетом либо же постоянно принимают гормональную терапию особенно это актуально учитывая что ученые заговорили о новом виде штамма Дельта Ай-4-2 он еще более заразен его уже обнаружили в Израиле Российской Федерации и Британии в Украине пока нет об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эксклюзивном комментарии нашему телеканалу давайте услышим Вчера Вакцина AstraZeneca это более 91-92% вакцина Pfizer продемонстрировала эффективность в 90% И сейчас это дает возможность усилить противовирусный иммунитет это дает возможность простимулировать дополнительно вот это именно защиту против коронавируса вырабатывается дополнительное количество антител повышается уровень и также еще больше стимулируется клеточное звено иммунитета то есть это все-таки более надежная защита чем две дозы и мы же знаем что со временем иммунитет снижается поэтому даже после второй дозы проходит время и через полгода действительно многих людей этот уровень антител уже может быть недостаточный для хорошей защиты а получив третью дозу мы все-таки получаем более надежную защиту Со временем когда уже возможно в Украине одобрят ну невозможно одобрят полностью третью дозу для украинцев постепенно нам нужно будет делать двойное вакцинирование ну условно вакциной Pfizer две вакцины либо если это Johnson & Johnson одной вакцины либо можно будет делать условно бустерные и дальше одну, одну, одну и далее чтобы держать на одном уровне свой иммунитет ну вероятнее всего это будет одна бустерная доза через какой период времени мы тоже со временем увидим насколько хорошо это будет работать дальше ну возможно через полгода может быть реже насколько скажем так это будет актуально в плане защиты может быть будет все-таки менее распространяться может быть меньше будет распространяться инфекции если будет больше привитого населения и в таком случае не будет необходимости делать очень часто Алла Петровна очень знаете вопрос такой который в том числе и звучал в нашей редакции можно ли смешивать различные вакцины если мы говорим о вакцинации двумя препаратами двумя точнее уколами одной вакциной условно коронавак который есть в Украине и третий например Pfizer либо AstraZeneca либо Moderna на сегодня такие данные уже есть что это действительно можно делать и ну как бы это нельзя сказать что это совсем массовое явление потому что в таком случае если мы начнем в общем-то мешать все вакцины между собой нам будет очень сложно вообще как-то будет хаос наверное какой-то но в принципе это возможно и действительно было показано что вакцина Pfizer или вакцина Moderna после вакцинации AstraZeneca тоже хорошо усиливает иммунитет то есть в общем-то механизмы работы этих вакцин похож и поэтому они могут работать вместе тоже хорошо в совместной работе если мы говорим я не могу у вас не спросить определенную вещь как мы знаем очень много людей на оккупированных территориях Украины в Орло и в Крыму они вакцинированы спутником потому что по большому счету принуждают там местные так называемые власти это делать в Украине пока что нет конкретных данных можно ли смешивать скажем так данные господин Радуцкий глава комитета по здравоохранению говорил что в принципе да в принципе можно но у нас нету знаете какого-то четкого определения да вы можете это делать вакцинируйтесь это нужно делать обязательно там приезжайте на КПВ украинские вакцинируйтесь Pfizer Moderna AstraZeneca в зависимости от того что будет конкретно на пунктах вакцинации как вы считаете смешивать российскую вакцину непонятно кстати какую которая сейчас есть якобы в Урдлое в Крыму с вакцинами теми которыми я уже назвал Pfizer Moderna и так далее возможно ли это может стоит МОЗу все-таки выдать определенное постановление об этом указ я думаю я думаю что это должно быть все-таки действительно как-то регламентировано в рекомендациях но на самом деле спутник это векторная вакцина и в принципе она похожа по механизму действия на вакцину AstraZeneca и если после вакцины AstraZeneca разрешают делать вакцинацию вакцинами Moderna или Pfizer то есть вакцинами сделанными на платформе МРНК то в общем-то подобное в принципе может быть разрешение и после вакцинации спутником это тоже может быть разрешено ну добавлю что спутник российская вакцина она не одобрена Всемирной Организацией Здравоохранения еще одна тема которую важно обговорить максимальный уровень заболеваемости ожидается в Украине к концу октября продлится до середины ноября с постепенным спадом до конца 2021 года это прогноз замминистра здравоохранения главного санврача Украины Игоря Кузина напомню он дал нам эксклюзивное интервью есть ли вероятность при сегодняшней тенденции введения в том числе всеукраинского локдауна давайте услышим все будет залежать дейсно от эпидемиологических показников постанова 12.36 и мы уже привыкли до того что эта постанова является довольно эффективным инструментом регулирования она позволяет проводить профилактические противопедемические заходы завчасно тоди когда мы бачим лише початок подъема самозахворюваности и зараз уже 5 регионов у нас переведено решением Державною комиссии ТЕПТНС в червоную эпидемическую зону ожидается так что с 23 жовтня будет переведена еще одна область шоста в зависимости от того насколько какие цифры будут в нас регистрироваться даже после введения червоной зоны в этих областях будет залежать необходимость або отсутность необходимости введения более широкого локдауна Алла Петровна по вашему мнению если сравнивать период октября-ноября до конца 2021 года с весной 2021 года когда ситуация скажем так была так же не из самых лучших будет ли хуже будет ли лучше чем будет отличаться справится ли наша медицинская система наверное самый главный вопрос наверное медицинская система наша все-таки сейчас более больше подготовлена к данной волне и все-таки смогли лучше оснастить большинство больниц по сравнению с теми что было весной хотя весной тоже в общем-то уже велась работа немаленькая но с другой стороны мы видим более тяжелый все-таки подъем заболеваемости и это более тяжелый штамм вируса штамм дельта вызывает мы видим большее количество смертей к сожалению поэтому нагрузка на медицинскую систему здравоохранения все равно остается огромная если говорить в том числе и о тех ограничениях которые говорил господин Кузин в эксклюзивном комментарии интервью нашему телеканалу насколько они эффективны потому что ну знаете как говорит один из мэров украинских городов люди шастают продолжают это делать по сути дела не всегда ограничения в определенном городе они позитивно влияют просто потому что если ресторан закрыт то собраться у кого-то дома в квартире там в группе десяти человек это не проблема да это конечно неприятные моменты которые все-таки отмечаются у нас период локдауна но все равно другого опыта нет опыт изоляции и прекращения распространения вируса это наверное единственное что мы можем в данной ситуации предложить конечно хотелось бы чтобы больше населения было вакцинировано это бы тоже повлияло в определенной степени на распространение инфекций и тем более на количество госпитализаций с тяжелыми формами заболеваний и заполненность реанимационных отделений но мы не можем в общем-то мгновенно на это повлиять к сожалению поэтому наверное мы будем вынуждены вводить локдаун и наверное не в одном городе локдаун вы имеете ввиду полностью карантин красная зона по всей Украине либо же региональный как он есть сейчас мне даже сложно предсказать как будут дальше развиваться события регионально однозначно по всей Украине может быть нет но будет зависеть опять же вот того насколько будет загружена медицинская система мы так видим что каждый день умирает больше 500 человек это мы такого не видели с начала пандемии никогда еще в Украине и это еще ведь не скажем так не окончательные цифры я не знаю что будет через неделю и как на это нужно будет реагировать ну добавлю немного информации в Украине значительно выросла заболеваемость на ковид 22 415 случаев заболевания коронавирусной болезнью 546 смертей от нее за последние сутки буквально за месяц ковидные показатели взлетели в 3-4 раза по данным Минздрава по состоянию на 21 октября признаки оранжевой зоны эпидемической опасности имеют Киев и 14 областей завтра решение о переходе в красную зону из-за ухудшения эпидситуации может принять и Киев на сегодня в красной зоне эпидопасности уже находятся 5 областей тем временем в Укрзалезнице рассказали сколько пассажиров не пустили в поезда из-за отсутствия сертификата вакцинации либо же отрицательного теста на ковид ведь теперь друзья напомню между областями всеми видами транспорта можно воспользоваться лишь при наличии этих документов за первую половину суток поезда не пустили 18 человек также в Укрпасе заявили что сегодня в Киеве не вышло на маршруты более 40% автоперевозчиков Алла Петровна мы же тут говорим наверное в том числе и о доверии людей к вакцинации да почему люди не вакцинируются ну я думаю очень часто вы слышали вот мне кое-кто сказал что там так далее и тому подобное та работа по просвещению МОЗа по вашему мнению какова она как вы ее оцените буквально у нас 40 секунд ну не очень достаточная коротко и ясно скажем так Алла Петровна говорю вам огромное спасибо за то что были с нами на связи за ваш комментарий друзья я напомню что Алла Волоха заведующая кафедрой детских инфекционных болезней детской иммунологии национального университета здравоохранения имени Шупика была с нами на связи я напоследок напомню 97% тех кто попадает в реанимацию из-за ковида не вакцинированы вакцинация это безопасно вакцинация это эффективно проверено на себе а также на миллионах украинцев друзья на этом все больше новостей читайте в наших соцсетях а также на нашем сайте спасибо вам за доверие и до встречи подписывайтесь на наш канал Продолжение следует...